МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ И также мы приглашаем вас на молитвенное общение с Богом. Сегодня день хлебопреломления воспоминаний и страданий смерти Иисуса Христа. Давайте мы помолимся. Отче Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за счастье быть Твоими детьми, иметь возможность встречаться друг с другом, общаться. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас. Благодарим Тебя, что Ты слышал молитвы Детей Твоих и послал на эту землю иссохшую влагу, нужную, необходимую для нашей жизни. Благодарим Тебя, что Ты сегодня подарил нам это воскресное утро. Мы можем говорить о Тебе, мы можем читать Твое слово, мы можем воспевать Твоему имени чудному. Благослови, Господи, всех нас в это утро получить ту долю назидания, для чего мы пришли, получить ответы на свои вопросы, получить духовную пищу и силу от Тебя. Благослови нас сосредоточиться мысленно вокруг этих символов, Господи, еще и еще раз увидеть и проникнуться той высокой ценой, заплаченной за нашу вечную жизнь. Благодарим Тебя за Твои страдания, за Твою любовь к нам, за то, что Ты пришел на эту землю и подарил нам счастье, общение с Тобой и мир с Тобой. Благослови, Господи, и слово Твое, которое будет звучать на этом месте. Благослови, хор, благослови ведущих, благослови всех нас, чтобы мы действительно соприкоснулись с вечностью через это богослужение. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы с вами поем «О имя Иисуса нам». О имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «О имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ковалевых. Я приглашаю сюда. Они придут со старшими дочерями Сванессой и Даниэлою. И вопрос в том, что, дорогие, вот брат Антон имел очень серьезную работу и имеет очень серьезную работу, правительственную работу, и он направляется в другой штат для работы там. Ответственная, важная работа. Вот. И он нуждается, чтобы Господь благословил. Они уезжают на Гавайи, в город Галалулу. Вот там они будут в аэропорту. Вы можете его встречать. Часто там, кто летает, особенно в интернешнл секторе, он там будет ответственным за охрану всего аэропорта. Вот с сегодняшнего дня это их последнее собрание у нас. И они решили вот своего маленького мальчика Винца благословить и поехать туда, в этот город. Я хочу прочитать, дорогие братья и сестры, для всех нас, и для, особенно для наших дорогих Антона и Риолеты, и для их деток. Вот такое местописание. Иван для Матфея, 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится это дитя, тот и больше в Царство Небесное. Казалось бы, дорогие братья и сестры, вот такое простое действие. Сидят ученики, и Господь беседует с ними. И они спорили очень часто, братья и сестры, кто будет первым. И, наверное же, у них было много аргументов. Наверное, Петр говорил, Андрей, наверное, с Петром нас первых призвал, потом Иоанн и Иаков, нас вторых призвал, а Иоанн, наверное, говорит, а я ближе всего к Иисусу. И вплоть до последней, на последней вечере, они даже спорили об этом. Кто будет первым? А вот Господь на простом примере подзывает маленького дитя, ставит посреди них и говорит, братья и сестры, такие важные слова. «Истинно, говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Кто умолится как это дитя, я тот и больше в Царстве Небесном». Это очень серьезно, дорогие. Мы иногда забываем, что, действительно, будьте просты, Господь обращается к нам, говорит, чтобы мы имели эту простоту во Христе Господе нашим. И как дети, как дети. Я вспоминаю, когда-то мы приехали с Петром Николаевичем к Модессу Соловеевичу, к Татьяне, вот, к Арнау. На брак мы приехали к Павлу Александровичу в Пече в 83-м году. И Саша, их старший сын, на баяны его отправляют. Андрей на скрипочку идут учиться. А еще был мальчик один. Я забыл его имя. Ну, я знаю, он был Фадюхин. А мы спрашиваем у него, ну, а ты чего не идешь на музыку? Знаете, он как ответил? А у меня слуха нет. Это было просто и искренне. Понимаете? Он не стал там что-то такое говорить. Вот так, как дитя. Он молился, как дитя. Вот в простоте он сказал. Ну, у меня просто нет слуха. Надежда Федоровна рассказывала один случай, когда мой сын игрался с Петей Кондрашовым. И они начали играть в собрание. И мой сын говорит, я буду пресс-фитером. Петя говорит, ну, Кондрашов, Петя, они же всегда такие Кондрашовы. Говорит, нет, я буду пресс-фитером. А мой сын говорит, ну, тогда я буду тебя помощником. Вот так вот все просто у них решается, братья и сестры, у детей. Нам надо голосование тайное, две трети голосовую, тогда мы еще как-то будем. Будьте как дети во всех поступках, дорогие братья и сестры. Особенно, когда мы общаемся здесь в христианской среде, здесь приходим на собрание. Друзья дорогие, умолиться как дитя. Может быть может уступить место. Быть может первым поприветствоваться, поздороваться. Это очень красиво. И как хотелось, дорогие, чтобы мы действительно, это Христос учил. Христос поставил дитя в пример всем нам. Конечно же, вот сейчас у них предстоит дальняя дорога, дальний путь, неизвестный путь, неизвестный труд, работа. И, конечно, они будут нуждаться в молитвах. Во всем, Антон, Виолетта, будьте вот как детки ваши. Вот они действительно как ангелы Божии, хотя они нуждаются в воспитании, в уходе. И апостол Павел говорил, родителям советует, воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Я знаю, что вы любите Господа, посещаете собрания, бываете на многих мероприятиях церковных. И там, дай вам Бог, найти хорошую церковь, найти друзей новых. И, конечно же, не забывайте родную церковь здесь, в Сакраменто. Пусть Господь вас благословит там. И я хочу прочитать местописание, которое записал и в английском Марк. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых и Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Аминь. Мы помолимся, дорогие братья и сестры. Помолится сестра Виолетта, брат Антон. Также я помолюсь. И прошу вас, все молитесь о этой семье. Дорогой Господь, я в этот час предстал пред Твоим величием. Прославь Твое имя, Господи, и поблагодарю Тебя за этот чудесный подарок. За мою дорогую семью, Господи, за доброго, любящего мужа, за дочерей, за сыночка, который Ты нам послал, Господи. И благодарю Тебя за то, что он родился здоровенький, красивый. Господи, я благодарю Тебя за все дары, которые Ты посылаешь для нас, Боже мой. И я в этот час хочу отдать Тебе в Твои руки, Господи, маленького Винца, Господи, чтобы он правильно развивался, чтобы он не болел. Храни его, Господи. Пошли ему прекрасные друзей, прекрасной, Господи, жизнь. Храни его от зла, от несчастных случаев, Господи. И дай мне мудрости быть доброй, любящей мамой, Господи, чтобы мы могли воспитать его по воле Твоей, Господи. И чтобы он познал Тебя в свое время, Господи. Сохрани нас на этот день. Сохрани наш переезд. Благослови, Господи, нас там. И пребыв всегда с нами. Я все прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что до сего часа Ты помог нам. Благодарим Тебя, Господи, за ту замечательную семью, которую Ты подарил нам, Господи. И благодарим за дочерей и за сына, Господи. Мы не знаем его жизнь, но Ты знаешь. И мы веряем его в Твои пастырские руки, Господи. Благослови его и храни его. А нам, как родителям, дай мудрости и терпение воспитать его согласно Твоей воле, Господи. И помоги быть всегда примером и прости, когда этого не происходит. Также благослови наш переезд. Господи, пойди впереди нас. Устрой все сам. Мы в Твои руки веряемся. И останься также и здесь. Благослови эту церковь наших братьев и сестер, когда мы перестанем видеть лица друг друга, Господи. И мы нуждаемся в том водительстве. Прибудь с нами. Благослови. И за все будь прославлен. Аминь. Аминь. Господи, Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе, что в этот день воскресный мы можем вместе с Антоном и с Виолетой помолиться за рожденного сыночка Винца. Слава Тебе, Господь. Я верю, что они просили, чтобы Ты подарил им сына, Господь. И Ты ответил на их просьбу. Дети, награда от Тебя, Господь. Слава и благодарность Тебе. Даруй, чтобы Винц возрастал в благодати Твоей, Святой. По возрасту принял Тебя как личного спасителя и Господа. Надели его здоровьем, умственным, Господь, и духовным здоровьем. И пусть Твое благословение будет на нем. Чтобы он был послушным своим родителям, был украшением для своей семьи и Церкви Твоей, Святой. Мы просим Тебя, Господь, благослови переезд Антона на новое место работы и жительства. Даруй ему мудрости от Тебя, Святую Божественную охрану. И ту ответственность, которую Ты возлагаешь на него, дорогой Господь, чтобы он действительно возлагал только на Тебя, на Твою помощь и мудрость. Благослови также и деточек, и Ванессу благослови, и также и Даниэлу благослови, Господь. Чтобы эти девочки также были послушны и благословены. Благословляем эту семью и всех деток, которые сегодня находятся в нашем собрании, которые сейчас пойдут на воскресную школу, Ты благослови. И молимся, как Господь, Ты повелел нам молиться Тебе, нашему Богу, о благословении наших детей. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит Господь светлым лицомственно Тебя и помилует Тебя. Да обратит лицо Свое Господь на Тебя и даст Тебе мир во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мир вам, дорогие братья и сестры. У нас сегодня евангельское чтение. Будем читать Евангелие от Иоанна, 13 глава. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом? И правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я, истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, и принимающий меня, принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, неудоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, «Кто это, о котором говорит?» Он, припадший к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и, обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь, когда он вышел. Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать Меня, и, как сказал я Иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу Мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему, «Душу Твою за Меня положишь, истинно, истинно говорю Тебе. Не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Мы поем гимн общего пения, «За Меня Христос страдал». «За Меня Христос страдал», «За Меня Христос страдал». «И за это жизнь свою всю Ему я отдаю». «Научи, спаситель чудный, как не жить, а жить свою». «Чтоб не жить, как не жить, а жить свою любовь Твою». «Нам, любовь Христос страдал». «Нас дает Его в стране». «Начи, спаситель чудный, как не жить, а жить свою любовь Твою». «И. Слава Богу, Сергей Иванович, спаситель чудный, как не gäller». Вечно будет жить, Христи, Всех субтителем Царим. Господи, Господи, Спаситель, Всех субтитров, Бог у Тебя. Господи, Господи, Спаситель, Всех субтитров, Бог у Тебя. Господи, 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 Спаситель, Всех субтитров, Бог у Тебя. 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 Господи, 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 Спаситель, Всех субтитров, Бог у Тебя. Господи, Господи, Спаситель, Всех субтитров, Бог у Тебя. Господи, Господи, Спаситель, Всех субтитров, Бог у Тебя. Господи. Господи, Господи, Господи. Пресса мажет вазелином этот социальный рак. Попирая же экстазы, приоткрывшейся свобод, Грех пускает метастазы многочисленных забот. Зло волнуется, как море, и несет за стрессом стресс. Видя беззаконий корень, вознесем глаза на крест. На Голгофский подвиг крестный с верой пристально возрим И увидим через стрессы новый Иерусалим. Как избавиться от стресса? Беспокоит нас вопрос? Эффективное есть средство верить в то, что дал Христос. Аминь. 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 Торquote. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие братья и сестры, наверное, многие знают, что 12 февраля этого года состоялась встреча патриарха московского Исия Руси, митрополита Кирилла и папы римского Франциска. Эта встреча проходила в Гаване, в Кубинской столице, в аэропорту в течение четырех часов. И она была историческая встреча, это была первая встреча католического лидера и православного лидера за всю историю. Как вы знаете, что в 11 веке, а точнее в 1554 году произошел раскол между Западной Церковью и Восточной Церковью. Они взаимно друг друга поотлучали, предали анафеме тогда. И вот эти долгие годы не встречались. Хотя до этого римские папы встречались с константинопольскими епископами, они сняли в 1665 году взаимные анафемы друг против друга, анафему. Но вот эта встреча была исторической и первой в истории. Русская Православная Церковь считается одной из самых крупных поместных церквей. Католическая Церковь считается одной из самых больших во всем мире церквей. И вы знаете, я прочитал интересное заявление они сделали. Во-первых, они когда встретились, они поприветствовались друг друга лапзанием святым. Три раза поцеловались, и Франциск сказал, теперь мы братья. А Кирилл ответил, теперь легче. И в принципе, дорогие, они выпустили очень интересный документ. Я некоторые прочту, они касаются нас тоже, христиан. Главная тема декларации – это совместное действие двух глав церквей в защиту наших страдающих братьев на Ближнем Востоке. Вот он пишет. Наш взор устремлен прежде всего к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего Востока, в Северной Африке наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыне осквернению, памятнике уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из этой земли, где началось распространение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцам иных религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней, оставив без крови и средств существования миллиона людей. Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом и одновременно через диалог содействовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходима широкомоставная гуманитарная помощь страдающему народу и многочисленным беженцам в соседних странах. Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных, в том числе митрополитов Алепских Павла и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 2013 года, сделать все необходимое для их скорейшего освобождения. И кроме того, в документе прозвучал очень важный тезис, призыв от двух ведущих христианских лидеров к тому, чтобы человечество не допустило мировой войны. Поскольку кризисы, которые происходят в разных регионах планеты, приобретают глобальный характер. Знаете, я прочитал эти новости и думаю, вот то, что сейчас переживает этот мир в третьем тысячелетии, вот об этом предсказывал наш Господь Иисус Христос. На последнем вечере, когда он был уже последние часы со своими учениками, Господь неоднократно затрагивал тему страданий и гонений на христиан. Вот, к примеру, мы читаем Евангелие Иоанна, 15 глава, 18-25 стихи. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир. Помните слово, которое сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Знаете, так Господь сказал о том, что будет ненависть, глобальная ненависть по отношению к христианам. Он сказал это потому, что гнали меня, меня возненавидел мир, будут ненавидеть и вас. Дорогие братья и сестры, и Он сказал, помните слово, которое сказал вам, брат Алексей в 13 главе прочитал, раб не больше господина своего. И Господь констатирует, говорит, если гнали меня, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. И далее, даже почитаем, если дальше, в 16 главе, уже там же, на этой вечере, уже может в конце вечера, Господь говорит, 16 глава 32-33 стихи, «Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир». Знаете, это слово реально сбылось, братья и сестры. Когда в саду пришли арестовывать Господа Иисуса Христа, и написано пороческое слово «Исполнилось» «Поражу пастора, и рассеются овцы». Все убежали, оставили его одного. Хотя они издали, пытались понаблюдать, что же будет дальше. И Петр пошел, и Марк был там, и Иоанн пошел туда, следили, что же там будет дальше. Но Господь один, обращаясь, «Будете иметь скорбь, будете иметь скорбь, братья и сестры. Но мужайтесь, я победил мир». Вы знаете, апостолы всегда утешали церковь. И они не утешали церковь евангелем благополучия. «Вы будете жить богато, вас никто пальцем не тронет». Они говорили всю правду. Они говорили реальные вещи, которые должны будут происходить в жизни Церкви Христовой, в жизни христиан. Вот, например, апостол Павел, когда после первого миссионерского служения посещал города, возвращаясь, он проповедовал Евангелие, Листре, Виконе, в Антиохе. Это 14 глава Деяния 20-22 стихи. И написано, «Утверждая души учеников, увещевая пребывать их в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Они не проповедовали Евангелие о благополучии. «Вы будете богаты, вы будете жить в хороших домах, у вас будут хорошие ослы там, или что там были, мулы там, или колесницы». Утверждали, братья и сестры, «Будут, будут, будете гонимы, будете многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». И слушающие это слово реально, наверное, испытали на себе. В первом веке страшное гонение было при Кесаре Нероне, когда христиан сжигали на кострах, сжигали как факелы, когда их выпускали к голодным зверям в амфитеатры, когда их просто убивали за то, что они носили имя Христа. Филиппийцам, мы начали сейчас изучать по четвергам филиппийцам, и вот мне запало слово, которое почиталось, 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, апостол Павел пишет, ну что, братья и сестры? Но и страдать за Него». Не только веровать, дорогие братцы и сестра, не только веровать, но и страдать за Него. Филиппийцам 3.10. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его». Господь предсказал, «Вот гнали Меня, будут гнать и вас. Ненавидели Меня, будут ненавидеть и вас». Сегодня мы с вами хотел разобрать кратенько, посмотреть на отрывок Священного Писания, как это Петр описывает, и как мы, христиане, должны подходить к страданиям во имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы откроем сегодня первое послание Петра, 4 глава 12-19 стихи. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы и вы возрадуетесь и восторжествуете. Если засловят вас за имя Христова, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но проставляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? И так страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои делая добро. Вы знаете, я прочитал все послание несколько раз за последние дни. Первое послание Петра. Коротко читается, может, 12-13 минут вы прочтете все эти пять глав. Но я выписал в контексте, во всем этом послании апостол Петр писал о страдании. Уже с первых строк своего письма, своего послания, он обращается к верующим и пишет такие слова, 1 глава 6-7 стихи. «Осем радуйтесь, поскребевший, теперь немного, если нужно, от различных ускушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Знаете, вот он обращается как-то вот с таким вдохновением, говорит, братья и сестры, осем радуйтесь, поскорбевший, и потом давляет, теперь немного, немного, понимая, что наша жизнь временна, понимая, что страдания кратковременные, а это радуйтесь, братья и сестры. Дальше во 2 главе 12 и 19-20 стихи он пишет следующие слова. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Смотрите, братья и сестры, злословят вас, как злодеев, а главное, чтобы они увидели добрые дела и прославили Бога в день посещения. 19-20 стихи «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, ибо за то, что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, братья и сестры, это угодно Богу». Наверное, вы много раз делали людям добро, а в ответ получали оскорбление унижение, неблагодарность, братья и сестры, а это угодно Богу. Это угодно. Вы делайте добро, продолжайте делать добро, говорит апостол Павел. Это угодно Богу. 3 глава, 14-16 стихи. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Имейте добрую совесть, дабы тем за то засловят вас, как злодеев, были постижены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Опять он призывает церковь делать добрые дела и пострадать за эти добрые дела. Или вот, например, 4 глава, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающую плотью перестает решить». И вот, знаете, во всем контексте видно красной чертой. Апостол Петр учит церковь, дорогие, приучает церковь, что если ты христианин, если ты делаешь добрые дела, если ты носишь имя Христова, вы будете притесняемы, вы будете иметь скорби, вы будете страдать в этом мире. Так учили апостолы. И главный текст этого прочитанного текста «А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». И так, как я сказал, что страдания неизбежны. Апостол обращает, возлюбленные, не просто брат, сестра, не просто друзья дорогие, а посмотрите, какое он использует слово. Возлюбленные, огненное искушение, испытание вам посылаем, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Уже в одном этом слове, емком слове, братья и сестры, кроется то, что наряду с всем остальным вас будут притеснять, вы будете иметь скорби, но вы возлюбленные, возлюбленные самим Небесным Отцом, Небесным Богом, Который избрал вас из этого мира, Который поставил, чтобы вы шли и приносили плод. И невзирая на трудности, переживания и скорби, вы возлюбленные, Бог вас постоянно, любит. Вот так вот обращается апостол Петр. Вы знаете, сам Петр, он испытал вот скорби в своей жизни. Когда-то Господь сказал ему, Симон, Симон, сей сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, когда некогда обракившись, утверди братьев твоих. Вы знаете, братья и сестры, оказывается, сатана тоже просит о чем-то у Бога. Да, он просил у Бога о том, чтобы Бог снял ограду с семьи Иова. И все злое, это лишение его имущества, лишение его детей, вот его болезнь, Бог допустил, но дьявол это все применял на практике, как стрелы спускал на Иова. И вот сатана просил их, чтобы сеять их как пшеницу, чтобы они были разобщены, чтобы они не были едины, чтобы они не могли возможности поддержать. И вот Бог, Иисус сказал, я молился. Он молился Отцу Небесному, говорит, ты, когда обратишься, чтобы твоя вера не оскудела, ты должен утвердить братьев твоих. И вот это послание, братья и сестры, не что иное, как утверждение церкви той, первой апостольской, это утверждение нас, христиан, гонимых христиан во всем мире, во все времена, во все столетия, во все народы. И там, в Сирии, и там, в Ираке, это хорошо, что сегодня возвышают великий мир ось его голос за страдающих братьев и сестер. Это очень хорошо, мне это нравится даже. И это надо делать. Но, братья и сестры, вот только Бог может сохранить. И это послание действительно подкрепляет и утверждает нас. Огненного искушения. То есть, когда вы будете проходить точный перевод через огонь, до испытания вам послали, не суждайтесь, как приключение для вас странного. Или, иными словами, братья и сестры, странного, здесь можно перевести более точно, как приключение для вас случайного. Это не случайно. Не странного, это не случайно, дорогие братья и сестры, в нашей жизни появляются испытания, искушения, даже страдания и скорби. Это не случайно. Это все под контролем у нашего Бога. И можно было бы префразировать это 12 стих так. Возлюбленные, не удивляйтесь, как чему-то случайному, когда на вас приходит огонь испытания. То есть, не удивляйтесь, братья и сестры. Это спланированно Бог допустил. А, конечно же, дьявол использует все свое зло и иногда использует людей против того, чтобы вас или нас привести в страдания, в искушения. Например, братья и сестры, я просто поражаюсь, как апостол Петр сам страдал в этой жизни. Например, в 12 главе описан случай, когда Ирод обезглавил Иакова мечом. Это брат Иоанна, это сыновья заведея. Очень просто. Всего в двух предложениях сказано, братья и сестры. Я вот думаю, почему не описана смерть апостола Павла в Писаниях. Смерть апостола Петра не описана. Я думаю, апостол не хотели, чтобы их страдания, их скорби затмевали страдания Господа нашего Иисуса Христа. Очень коротко там написано о страданиях, ну, допустим, Стефана, мученика, которого побили камнями. Вот я сказал про Иакова, всего два предложения. Обезглавил мечом, все, никаких больше нет. И вот Петра взяли, братья и сестры, посадили в темницу. Ирод, и говорят, понравилось это иуде, вот и Петра арестовал. И на следующий день после Пасхи он должен был вывести его и тоже казнить Петра. И вот меня поражает, братья и сестры, вот только вдумайтесь. Петр в эту ночь завтра его будет казнить, что он делает? Крепко спит, братья и сестры. Вот представьте, завтра нам идти зуб вырывать, мы уже не спим, мы мучаемся. Ай-яй-яй, что же будет, как же там будет? Или на операцию идти, уже помолились, постарапомолились. Все равно человек ночью не спит, волнуется, у него давление поднимается, что будет? А может, не проснусь? А Петр завтра ему на казнь идти, а он спит. Я поражаюсь его спокойствием, братья и сестры. Даже ангелу пришлось его в бок толкнуть, как боксера говорят, удар по баде. Понимаете, да? Втолкнул его в бок, осеял, одевайся, обувайся, выходи. Вот поражается его, он доверился всецело полностью Господу. Даже смерть для него не была страшна, братья и сестры. И вот он имеет право учить, учить церковь, утешать ее. И, конечно же, как предание, многие читали книги христианские, Камагридеши, там другие книги, может, апокрифические Евангелия читали, что апостол Петр был распят головой вниз. Когда ему задали вопрос, ты будешь распят? О, для меня принять такую же смерть, как наш Господь, мой Господь, я просто не достоин этого. И его распили головой вниз. Он шел на эту смерть для того, чтобы приобрести кратковременные страдания. Он об этом говорит. И Петр говорит, чтобы участие в христовых страданиях мы принимали с радостью. Но как вы участвуете в христовых страданиях, 13 стих, радуйтесь, да, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Иными словами, он показывает дальнюю перспективу. Когда будет явление славы, у вас будет нескончаемая радость и торжество. А вот когда вы принимаете здесь вот это временное страдание, даже смерть, возрадуйтесь. Вы помните, когда чуть раньше в пятой главе это была история, когда после исцеления храмового у храма Иоанн и Петр, они шли, исцелили храмового, люди собрались в притворе Соломона, слушали проповедь, они запретили, посадили их в темницу, они вышли из темницы, опять проповедуют, их забрали в Синедрион, арестовали, и, значит, ну, начал там, один мудрый человек появился по именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, он приказал вывести апостола на короткое время и потом сказал мудрый речь, знаете что, давайте так посмотрим, если это от Бога учение, это движение, оно будет иметь успех, если не от Бога, вот как и Февда, как и другой там, Иуда, вот, потерпят поражение, они, Синедрион, послушались его, но посмотрите, брат и сестры, призвав апостолов, били их, казалось бы, Гамалиилы послушались, а смотрите, почему-то в Синедрионе так часто происходило, мы читаем 26 главу Деяния апостолов, когда апостол Павел предстал принять Синедрионом и священник велел бить его, почему так происходило, в святом обществе, били их, изобретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме по домам не переставали учить и благовествовать, вот когда апостол Павел писал, ну как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, и в явлении славы его, возрадуйтесь, и восторжествуйтесь, они реально сами, братья и сестры, что за имя Господа они приняли такую честь пострадать и принять бесчестие в своей жизни за имя Господа Иисуса Христа. Когда мы читаем, дорогие братья и сестры, вот Петр, есть из засловия от вас за имя Христово, имя Христово, вот в Антиохии, это, кстати, на территории Сирии, этот город сейчас находится, находился там, там была первая церковь, там первый раз верующие ученики начали называться христианами, братья и сестры. Вот это имя Христа, оно стало как бы именем христиан, последователей Господа Иисуса Христа. И причина отвержения, братья и сестры, христиан именно в том, что мы являемся, носим имя Господа Иисуса Христа. То есть в их, в ассоциации со Христом и в их жизни и в исповедании и в следовании за Господом, в притворении его идеалов и его идей. Апостол Павел писал послание к Римлянам, 8 глава 17-18, И если дети, то наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, ибо думая, что нынешнее время страдания ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в вас. Братья и сестры, нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. То вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, Теми Он хулится, а вами прославляется. На горно проповедь Господь Иисус Христос, уча народ, обращаясь, говорит, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Братья и сестры, блаженны. Это высшая мера счастья, когда мы будем за правду, за Имя Христа нести поношение. Страдания за Имя Христа, как я уже сказал, за Имя Божие, обрушиваются со стороны дьявола. Можете себе представить, когда у дьявола не получился план от того, чтобы отвести Господа нашего Иисуса Христа от голгофских страданий, от голгофы, чтобы он не принес эту жертву ему стремление, он многократно пытался это сделать. Он пытался это сделать еще, когда после крещения, от искушения, он пытался, чтобы он поклонился Ему, он пытался, чтобы он сбросился вниз с храма, он пытался за один поклон отдать Ему весь мир. Он даже пытался дьявол через близкого ученика отвратить Господа Иисуса Христа от голгофы, когда там в Кесарии Филипповой Господь начал открывать своим ученикам, что должно идти в Иерусалим, пострадать, умереть. И Петр говорит, да не будет этого с тобою. Даже использовал самого любимого ученика, близкого ученика Христу. Ничего у дьявола не получилось. Но когда уже была голгофа, братья и сестры, впереди дьявол использовал все свое зло, вот всю свою ненависть к Господу Иисусу Христу, и употребил на того, чтобы пытать нашего Господа. Били, бичевали его. Невыносимые пытки Господь испытал. Одели терновый венец, били палкой по голове. Дьявол, друзья, обрушил все зло на нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно же, я как уже сказал, дьявол использует людей. Использует людей для того, чтобы это зло было превращено в жизнь. Страдания, братья и сестры, это не только пытки, бичевания, побои и так далее. Это может быть клевета. Часто дети Божьи, христиане, страдают от клеветы. И это неприятно, братья и сестры, когда на вас что-то наговорят, ложное тем более. И неприятно, знаете, человек, по сути дела, сам мучается. За что мне такое? Но, когда такое случается, братья и сестры, когда любые страдания, или же физические страдания, или же моральные страдания встречаются в нашей жизни, помните, что это Господь допустил. Бог хочет. И мы пели один замечательный гимн. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Вот когда появляются у нас страдания, братья и сестры, вот в этом случае христиане особенно должны быть ближе к Богу. Понимая, что Бог допустил эти страдания, и Он нечто хочет. Быть может, чтобы мы исправились. Быть может, нас отвратить от какого-то злого дела, от неприятности какой-то. Быть может, чтобы мы сами впредь никогда никому злого не делали, подобно тому, как когда-то нам делали. Страдания – это не только пытки, бичевания, это, быть может быть, и сплетни, и наговоры в адрес христиан, в адрес верующих людей. Иногда, братья и сестры, может быть, всего-навсего один звонок вам позвонят, и что-то скажут. Такое, что потом после этого вы будете ночами не спать. Помните, что это страдания. Помните, что это за имя Господа Иисуса Христа. Помните, что это Господь допустил. А дьявол иногда использует вот таких злых людей, ищет в себе людей, которые не бодрствуют, которые допускают мысль. Вот я ему выскажу, вот все по полной. А потом не знают, что человек мучается, страдает, переживает. Но помните, дорогие братья и сестры, что и через эти страдания Господь посылает нам утешение. Как искать и где искать утешение? Я откровенно скажу, братья и сестры, глубже, чем вот те страдания, которые перенес наш Господь Иисус Христос, это и физические страдания, и моральные страдания. И вот то, что весь грех всего мира был обрушен на него, вот источника, более источника совершенного примера в страданиях я не нахожу, братья и сестры. Написано, помните, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание одрешников, чтобы что, братья и сестры? Чтобы вам не ослабить, чтобы вам не изнемочь. И когда такое случается в жизни, представляете, что на Христа сказали, братья и сестры, в нем бес. Он изгоняет бесов или лечит больных силой у князя Бесовского. И я представляю, как это было неприятно небесному отцу. Потом он вынужден был сказать, что это хулан на Духа Святого. Вы приписали действия Божья Духа, Вильзеву. Сатана не может изгонять Сатану. Это было очень неприятно для Господа. Простите, конечно, он был тоже человеком в полном смысле этого слова и переносил эти страдания и скорби. Помните, в родном городе, когда он проповедовал в Назарете, в синагоге Назаретской, ему подали книгу пророка Исаия, он прочитал Дух Господень на мне, а потом садится, сегодня это время исполнилось. И что они взяли? Земляки его. Взяли камни, они хотели с горы его сбросить. Мы, кстати, были в Назарете, пытались там найти такую высокую гору. Нашли там, вроде бы, там показали нам такой обрывчик, хотели, наверное, туда его сбросить. А он скрылся в свою столбу. Или вот восьмая глава Иоанна, когда уверовавшие Иудеи, братья и сестр, уверовавшие в него Иудеи, они поверили, что это Мессия, воскресал, лечил, больных, слепые прозревали, они поверили, уверовали в Иудеи. И знаете, до чего они договорились? Ваш отец дьявол, Господь сказал. И они взяли камни, хотели Иисуса побить, но не было еще того времени. И я хочу сказать, дорогие, ищите утешение вот в слове Господа, как страдал наш Господь Иисус Христос, как страдали апостолы. Если почитаете 2 Калифинам, 12 главу, как апостол Павел, много раз его палками давали ему, его били, опять-таки, филиппийцы, Филиппах его избили и бросили в темницу. И он там молится, молясь воспевая, молясь воспевая. Мне очень нравится это слово, как-то вот у нас сперва мы спели молитвный гимн, один, потом хор, потом я вышел, помолился. А мне братья говорят, а что, надо было сперва помолиться, а потом спеть гимны. А я говорю, я молился, когда пел общее пение, молясь воспевая. Можно так, да, братья и сестры? Поэтому вот они молились, воспевали, побили их за имя Господа, они радовались, они молились в этой ситуации. И ищите утешение именно там, в Слове Божьем, ищите утешение. Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы возрадуйтесь и восторжествуетесь. Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулиться, а вами прославляется. Вот в этот момент, братья и сестры, когда вас злословят за имя Христово, знаете, это было очень часто и много, особенно в бывшем Советском Союзе, когда просто вы приходите в школу, и я помню, у нас всегда после Пасхи учительница нас вызывала к доске верующих и заставляла, не английский, на английском языке это было, я учил английский язык, не по уроку, а говорила, где вы вчера проводили время, то есть на Пасху, где вы вчера были, ну естественно, где мы были, братья и сестры, на собрании, утром и вечером на собрании были, в общении, прославляли Господа, и вот она спрашивает, а что вы там делали, и вот одно слово, знаете, какое оно было унизительное, баптист, правда, у меня друг был, он за это сразу кому-то давал, если кто-то называл его таким словом, вот сразу получал, знаете, как написано, толчок в нос, производит кровь, так вот он делал, реально исполнял это место, так, друзья, дорогие, это было неприятно, но в этот момент, дух славы, дух Божий, он почивает на вас, люди хулят имя Господа, а вами прославляются, Псалом 93,19, при умножении скорби моих, в сердце моем, утешение Твое, услаждают душу мою, Псалом 118,50, это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня, ищите утешение в Слове Божьем, и помните, дорогие братья и сестры, что вот эти житейские страдания, они кратковременны, они закончатся быстро, но для нас они должны послужить благословением, вот те испытания, те искушения, которые перенес Иов, дорогие братья и сестры, невыносимые испытания, но они оставлены в каноне Священного Писания, как пример для нас, человек, потерявший все, да, у него врывалось и сердце, и даже ропот у него был, братья и сестры, негодование было, он проклял свой даже день рождения, но что было, братья и сестры, в его жизни? Он говорит, я знаю, Искупитель мой жив, он восстановит душу мою, у него была эта твердая надежда и упование, что он знал, и впоследствии, когда это было все открыто, друзья, дорогие, конечно же, перенося эти страшные страдания, он не знал, кто за всем этим стоял, но когда он вышел, дорогие друзья, Господь вывел меня на свет, и Господь его благословил. Я заканчиваю, хочу, эта тема нескончаемая, может, вы скажете, в последнее время мы много об этом говорим, говорим, ну, а что вы хотите, дорогие братья и сестры, вот, тот затишник, который мы сейчас имеем, вроде бы, как бы, нет гонения на христиан, а на самом деле, темные силы, они не успокаиваются, где-то готовятся какие-то, вот, может, нехорошие вещи по отношению к верующим людям, какие-то принимаются законы, может, коснуться наших, нас не коснуться, но наших детей, внуков коснуться, вот об этом нам надо сегодня молиться, и я не знаю, когда мы жили, нас никто не пугал, не стращал, вот, что будут гонения, мы как-то, вот, жили так в этих страданиях, я вот даже напоминаю о том, что когда-то мы пели одну песню, лучшие дни нашей жизни, да, свежие силы, весны молодой, и вы знаете, эта песня почему-то была в мажоре, соль мажор, кажется, не помню, и там есть такие слова, пусть нас постигнут гонения, и мы так пели, на балалайках играли, пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна, может быть, не отдавая себе отчет, а мы это делали, от чистого сердца, и радостно, я не знаю, как на нас смотрели коммунисты, ну ничего себе, пусть гонения, смерть за Христа не страшна, вот это герои веры, а это ж везде пели, на свадьбах там, везде, это даем всегда пели, в собраниях наших, пусть Господь утешит, но я бы сегодня хотел сказать с того, с чего начал, вот как возненавидели Господа нашего, и как он указывает на проков, возненавидели меня, напрасно, Господь сказал, и вас возненавидят, и перед тем, как мы помолимся, я бы хотел вместе с вами, дорогие братья и сестры, прочитать несколько стихов, точнее 24-25 стихов, из 21-го псалма, и мы помолимся, это, давайте вставший, почитаем этот псалом, это мессианский псалом, пророческий псалом, написанный Давидом, который писал, вот, как бы, о Господе нашем, Псалом 21-й, с 1-го по 24-й стихи, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня, далеки от спасения моего, слова вопля моего, Боже мой, я вопию днем, и ты не влеваешь мне ночью, и нет мне успокоения, но ты, святой, живешь среди словословий Израиля, на тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их, к тебе взывали они, и были спасаемы, на тебя уповали, и не оставались в стыде, я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе, все видящие меня ругаются надо мной, говорят, устами кивая головою, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему, но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей, на тебя оставлено от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорь близка, а помощника нет, множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий, я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий, но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти львов, от врагов единорогов, услышав, избавь меня, буду возвещать имя твое, братья мои, посуди собрание, восхвалять тебя, боящиеся Господа, восхвалите его, все семя Иакова, прослав его, дабы благовеют пред ним все семя Израиля. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Господи, даруй, принимай этот кусочек хлеба, иметь веру в тот, Господь, что мы приобщаемся к святому телу Твоему, и через это прославить Тебя и возблагодарить Тебя за подвиг, совершенный на горе Голгофе. Аминь. Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.